всем привет народ добро пожаловать на такую необычную серию анбоксинг запчастей которые мне пришли не запчастей а таких небольших плюшек которые заказал буквально совсем недавно которые мне пришли за неделю и теперь хочу показать и рассказать что мне в итоге то пришло и для чего это вообще все надо надеюсь вам понравится учел старые ошибки надеюсь будет интереснее не переключайтесь хочу начать с распаковки ништяков сайта stingershop ссылка будет в описании кому надо заказал я усилитель рулевой рейки и полиуретановые пыльники сальники для рулевой рейки упаковано все это было в принципе вот так как и есть в в этой пленке пищевой так ну все в принципе распаковал ну наверное что начнем с мелкого вот такие вот полиуретановые втулки как правильнее назвать сейчас даже скажу вот даже как это называется опора рулевого механизма то есть вот такие вот полиуретановые то ли полупластиковые непонятно вообще по своей консистенции но так то не должны быть полиуретановые то есть даже наклеечка автопродукт как это все дело не пахнет ну реально ну похоже больше на пластик какой-то пришло оно все это делалось таким сертификатом автопродукта наклейка подлинности описание что для чего нужно то есть это у нас тут именно опоры рулевого механизма чтобы рулевая рейка вся относительно кузова я так понял не гуляла что собственно и надо дальше брал я усилитель рулевой рейки то есть это такая штука которая держит с одной стороны рулевую рейку то есть вот в этом месте а со второй стороны цепляется за опору то есть под распорку которая мне идет сиреневая вот под это дело она либо где-то кузову по моему но дело я это брал лишь только из-за вот этого демпфера то есть демпфер здесь идет особый то есть он не такой не идет как стойка он большую работу функцию что не дает как ну возвращается в одно положение то есть в середину у него есть вправо влево хождение но он всегда держится в середине то есть чтобы когда вы едете попадаете кольцом в яму чтобы у вас руль то есть не выбивала из рук а именно он это все дело усиливал грубо говоря как бы входит он не знаю нормально нормально но пришел в сжатом состоянии дефер рулевой рейки так и называется паст 2110 тело все выдвигается не знаю конечно это будет устанавливать мне серега sega сказал что по креплением это полное фуфло то есть надо что-то придумывать свое ну собственно я и брал эту штуку только ради демпфера как это все выглядит зачем нас gts кешь тишь как то так читается опять же повторюсь купил это все в стингере то есть эта штука так и по его дело вот сюда ты все сюда вставляется рулевая рейка это все кузов присандаливается но мы как-то это делать сделаем поинтереснее мы же любим кастом ломастер дальше мне еще стингершопа пошла какая-то такая штучка дрючка не знаю бумажки какие-то есть наклеечка даже вонючка прикиньте но вы поняли наклеечка стингер плюс 5 лошадиных сил переходим мы дальше к сиденьям долгожданным пол ковшам которые мне наконец-то пришли они наверное собственно всю неделю пока ехали наверно находились почему-то в уфе вместе с тингером хотя заказывал в разное время их члене мне прав в одном фургоне так скажем дальше соответственно вот пришли вот так вот сиденья правда они были в деревянной этой коробке которую мы успешно сняли ну вот весь это все дело 16 килограмм так это все дело выглядит тут пена литье а сразу идут корона и в соответственно в середине все это дело именно в чехлы вот эти которые одеваются на пеной литье сейчас наконец-то распакую и покажу собственно что здесь находится ну вот и все это дело разобрал начнем наверное с пены литья сразу видно косяк от транспортировки что они почему-то не знаю почему так сделали но они вот одно пеное литье засунули прямо на корону а все вот это дело остальное поверх другого пена и получается вышли вот такие вот глубокие как выемки от короны блин так то они очень сильно глубокие я не знаю это наверное буду звонить узнавать что за фигня такая потому что собственно это не дело сравните тут все гладко идеально и тут какие прямо чуть ли не с палец дырки вот эти вот всякие и это тем более не знаю это наверно может и не не вытянется ничего с этим не сделать ну ладно это с этим разберемся а вот идет пена литье спины и собственно поджопника такие полу ковшивым может видели меня уже в начальных сериях когда начинал снимать получается вот у нас идет с подогревом это все зеленое это все подогрев вот идет у нас два провода видимо плюс-минус как-то я не знаю все это идет силиконового плете вроде на неплохих проводах с нормальными маленькими фишками принципе уже вижу что они как-то вот эти даже места боковые смотрятся гораздо поинтереснее чем у меня до этого были дальше у нас включены вот такие вот видимо подложки специально то есть как-то сюда сюда наверное не я буду это дело собирать дальше у нас тут идут очки именно вот эти вот пластиковые которые сюда вставляются провода кнопки и а клей чем-то с крышка кока-колы ну такое даже бутылки с под кока-колой ну и всякая документация чуть позже открою дальше идет у нас в середине лежали кожаные вот эти вот чехлы которые и одеваются тоже сейчас подробнее посмотрим дальше вот такие вот короны идут из железа то есть весит 1 наверное ну где-то может килограмм может полтора вот на то что они грязные такие как бы их сразу тупо взяли на складе погнули сварили и кинули то есть даже не не покрашены ничем не обработаны но тоже ну такое себе привариваются они к стандартной спинке сиденья конечно вы наверное могли узнать в этой модели вариации сиденья рекара это как бы рекара были взяты за основу под эти сиденья то есть это комплект для сборки омега купила их на моторинге на моторинге всегда беру какие-то интересные ништяки основа ты решил них заказать себе комплект полу ковши в принципе вот это более-менее все раскидал сейчас ну правда что на скорую руку да и заколебался что-то их одевать ну не стал сильных натягивать чтобы тоже ничего не сломать не порвать вот собственно полностью кожзам черный с двойной зеленой строчкой в мире заплакала одна мята ничего страшного единство что мне не понравилось это то что непонятно зачем прямо столько таких вот пластиковых вот этих скруток которые держат внутри все это дело задний ряд чехлы правда у меня подголовников нету их уберу вот так вот в принципе все довольно таки симпатично сделано аккуратно но не знаю это опять же надо надевать на салон и смотреть так еще ничего не сказать не могу собственно вот и все наверное весь комплект там сейчас очки там ну покажу наверно мельком буду искать человека собственно все это дело мне соберет ну не знаю позвоню спрошу по поводу пенолитья что с этим делать как бы не знаю может под этим вот поролоном которые надавали может это все дело как-то и спрячется но опять же что-то но все равно неприятно как заказываешь дорогие такие комплект для сборки а в нем вот такая вот херня распаковала этот пакетик в нем оказалась наклеечка моторинг кнопка подогрева которую купил собственно уже ну ладно еще заменю эту как бы не страшно проводка для подключения обогрева блин на самом деле тут так мало тут получается одна фишка идет с кнопки и по 2 вот этих идут к сиденьям ну и все и тут плюс вот этот видимо клемма который идет на подключение куда-нибудь и все весь подогрев собственно дальше идут очки эти которые вставляются сразу говорю о него много прикольные которые у меня стояли раньше про мне такие прикольные но правда есть некоторые косячки с клеем такое чуть-чуть неровные но это думал поправим а под феном вот эти вроде бы нормальные и отдавали мне вот такую не знаю кучу клея пва не знаю почему из-под кока-колы именно и сначала офигел ну ладно спасибо хотя бы на этом в общем вот такой ребята получился небольшой видос распаковки от этих и моих ништяков дальше также мне идет посылочка с владивостока вы увидите в дальнейшем собственно все надеюсь вам опять же понравилось с вами был усатый как таракан подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу вконтакте в которой выходят постоянно всякие новости видео о фестивалях и всякой прочей лабудье ставьте лосося всем пока